Всем добрый день! Здравствуйте! Я приветствую вас на своем канале и продолжаю свои прогулки по Москве, по Приорбатским переулкам. Я продолжаю прогулку. Я уже вам показывала Большой Афанасьевский переулок, музей Бурганова снаружи, сквер Бурганова. И сейчас мы с вами пройдем по Большому Афанасьевскому переулку. Здесь тоже много чего интересного. Пойдемте! Повторюсь, 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 повторюсь. Снимала я здесь, снимала подробно-преподробно. Каждый домик рассматривала, про все рассказывала. Но сегодня у меня свободная прогулка. И я не ставлю перед собой цели вот это вот все вам досконально досконально-досконально рассказывать. Ну, некоторые, конечно, моменты я вам покажу. Например, вот этот храм. Сейчас мы к нему поближе подойдем. это церковь Афанасья и Кирилла на Сивцевом вражке, 1836-1856 год. Не знаю, видно вам это или не видно. Так. Я же вам ее показывала в своем одном из своих вот недавних видео. С той стороны она выходит на на Филипповский переулок. Так. Есть здесь еще достопримечательности. Ну, на мой взгляд, достопримечательности. не знаю уж там покажется ли это достопримечательностью вам. Но мне кажется, что это интересно будет. Так. Сейчас. Подождите. Нам надо... Здесь еще палаты. Сейчас. Секундочку. Секундочку. Вон, вдалеке палаты. Я с этой стороны буду лучше вам показывать. Оказывается, так как я вот сомневалась, уточнила. Вот это тоже палаты князя Друдского. Большой Афанасьевский дом, 20774, по-моему, год. Вот. Вот там еще палаты. Или я ошибаюсь? Ну, вот это точно. Я посмотрела, я уточнила. Вот это палаты Друдского. А дальше сейчас мы посмотрим. Потому что у меня... Так. Это палаты Друдского. Вот они. Смотрите. Да, кстати, вот церковь Афанасья дала название Афанасьевскому переулку. Есть большой, есть малые Афанасьевские переулки. Так. Сейчас посмотрим, что в том доме. Потому что тут тоже что-либо под воротнем пройтись надо. Но вот это вот я знаю, куда ведет. Я там ходила в прошлом видео. Он выходит на Филипповский переулок. Через двор проходишь и выходишь на Филипповский переулок. Так. Вот. Вот еще одни палаты. Мне так кажется. Мне так кажется. Шоя Афанасьевский, 24. Сейчас. А вот здесь, по-моему, дом, где жил Булгаков. Вот мы мимо него проходим. Сейчас. Вот это. Вот это. Двухэтажная палата. Двухэтажная палата. Ну, тут же должна быть табличка. Должна быть. Но ее нет. М-24. Нет, у нее так же не бывает. Я точно помню. Я точно помню. Сейчас. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот. Табличка есть. Табличка есть. Это не такая табличка. Или так вот. Вот. Есть табличка. Так. Смотрим. Вам правильно я помню или неправильно. Это палаты, да. Зиновьевых, Юсуповых. 1755 год. Более 100 лет. Домом владел род Зиновьевых. Стольник Зиновьев выстроил каменные палаты на своем участке в 1689-1690-е годы. Вот так. Все-таки помню, значит, что еще одна палата должна быть. А вот сейчас смотрите наверх. Смотрите наверх. И не только наверх. Сейчас мы зайдем во двор. Смотрите, наверху у нас кто? Кот. Черный кот. Это граффити. А вот деревом закрыт портрет Булгакова. Ну вот как могу, тут за деревьями, как могу, вам покажу. Смотрите. Михаил Афанасьевич Булгаков. Здесь вот таблички «Последний адрес». Отсюда забирали людей, которые, к сожалению, потом не вернулись. Вот на этом доме находится портрет Булгакова. Это доходный дом Югина. До него на этом месте находилась усадьба Головина, которая сгорела в пожаре 1812 года. Вот. Ну, идемте дальше. Во двор можно, наверное, не ходить уже. Я тут уже по дворам походила. Так. Идемте дальше. Ну, здесь вот по правой стороне это новый дом. Это уже вострой. В основном здесь дальше уже доходные дома. Но вот, насколько я помню, здесь в одной подворотне был один очень интересный объект. Если он остался, я сейчас попробую зайти. Вот почему я всегда говорю, что очень полезно заходить в подворотне. Вот не помню только в какой. Не помню в какой. Так. Там ничего не прошли. Вроде там не было подворотин. Сейчас. Как бы даже вот не здесь. Да. Сейчас. Да. Здесь. Ой. Помнит память? Помнит память. Помнит память. Идемте. Смотрите. Смотрите. Смотрите, какая красотень. Так вот проходишь мимо. И не замечаешь. Зайдешь в подворотне, и вот тебе тут на. Ну, с другой стороны, насколько я помню, там этого нет. Только одна сторона. Вот эта. Сейчас подождите. Сейчас подойду, уточню. По-моему, здесь гладкая. Да, здесь обычный дом. А это вот так. Классно. Классно. Ну, вот, собственно, здесь доходные дома. Мы с вами уже выходим с Афанасьевского переулка Большого. Вот это очень красивый дом. Очень. Смотрите, там какие-то рельефы. Да. Вот. И мы с вами выходим на Арбат. На старый Арбат. Сейчас еще вот этот домик вам покажу. Здесь, по-моему, насколько я помню, этот дом не старый. Он как-то там что-то надстроен, застроен, подстроен. Он там как-то очень сильно реконструирован. Вот. А вот этот старый. И вот мы с вами выходим на Арбат. На Арбат. На старый Арбат. Давно я не была на старом Арбате. Смотрите, тут какой-то кафешка или что-то здесь такое. Не знаю. Сейчас на машинку пропустим. Ой, что-то много здесь. Ну вот. Вот это вот тоже все старые дома. Доходные дома. И мы с вами выходим на Арбат. Вы знаете, Арбат надо снимать отдельно. Это не так просто. Вот шел, шел и зашел. Это такая улица, которая заслуживает отдельного видео. Отдельно надо приезжать, отдельно снимать. Вот. Поэтому сейчас мы с вами выйдем отсюда. Смотрите, какой красивый дом. Так. Вот. Мы вышли на старый Арбат. Ну, давайте мы по нему просто пройдемся. Опять же, в свободной такой прогулке. Кусочек. Потому что вышли мы не с начала, не с конца. Посередине. Прям совсем посередине. И сейчас будет неудобно опять снимать, потому что опять солнце будет здесь. Ну, здесь, как вы знаете, очень много всего развлекательного. Тут кто-то ежик ходит странный. Ну, давайте. Какая прелесть. Слушайте, антикафе с ежиками. Арбат 6. Слушайте, это тема. Арбат 6. Где-то здесь, наверное. Надо прийти. Антикафе с ежиками. Давайте я вам сейчас покажу, что здесь. Дружить с ежиками. С 11 до 23. Фотографироваться. Что удовольствие стоит. Вот можете сайт посмотреть. Славя посещения. До 3 лет бесплатно. С 3 до 14. Обращается поминутная. С 14. Тарификация ежиная карта. Сейчас надо во всем разбираться. Вот. Ну, в общем, как-то так. Это не реклама. Это просто дали мне бурлетик. Ну, интересно. Кота-кафе я знаю. Антикафе с котами. Где можно прийти, поглазить, поухаживать с аркотиками. Можно забрать их домой. Ну, в смысле, кого-то забрать домой. Вот. А вот про ежей. Это уже интересно. Этого я не знала. Меня прямо это тянет вот в подворотню опять. Ну, я уже не пойду сегодня. Это отдельно как-нибудь. На Арбат приеду и вам сниму. Вот. Здесь все как всегда. Все как обычно. Арбат это Арбат. Должно же быть хоть что-то в этом мире стабильным. Пусть это будет у нас Арбат. Смотрите, презервативная. Какая прелесть. Видите? Прямо заходишь вот. И там отовариваешься. Правильно. А вот, смотрите. Дворец сладостей. Ну, маму это понятно. Что-то тут новое. Я вот этого не помню. Дворец сладостей. Что-то не помню. Всякие вкусняшки. Машинка. Из этого всего сладкого. Сделанная из марципана, я так понимаю. Наверное. Или из сладкой этой штуки. Ну, вот. Ну, и мы с вами выходим опять на Роделевский бульвар. На Арбатскую площадь. Здесь с левой стороны гостиница. Ресторан, точнее гостиница. Ресторан Прага. Знаменитый легендарный ресторан. Который, по-моему, сейчас не работает. Но я боюсь ошибиться в этом. Но, по-моему, он не работает. Так. Какой-то тальян. И часы. Часы, которые отбивают здесь ровное время. Ну, нам не повезло. Мы здесь не в ровное время. Поэтому они ничего не отбивают. Вот. Половинка второго. Ну, вот. Как-то так. Вот Арбат. Весь 22. Если правильно посмотреть. Весь 22. Ну, вот. Круг замкнулся. Подуляли. Памятник Горолевым. Здесь новый Арбат. Кстати, здесь раньше был дом, который я хорошо помню. Который я снимала. И который вообще я хорошо помню. Вот его снесли. В него месте будет что-то такое грандиозное. С той стороны художественный кинотеатр. Сейчас он называется как-то по-другому, по-моему. Куврик. Что-то, в общем, там. Его недавно отреставрировали. Кстати, надо в него тоже зайти. Потому что вот это ресторан Прага. Очень-очень-очень легендарный. Но не знаю, как он сейчас. Так. Ну, а мы с вами идем. Все. Да. Мы с вами заканчиваем на эту нашу сегодняшнюю прогулку. Всем большое-большое спасибо за внимание. За просмотр моих видео. Я жду вас на своем канале. Подписывайтесь, кто еще не подписан. Ну, и я всем вам желаю добра, здоровья, удачи. Всего самого-самого хорошего. Всем спасибо. До свидания. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok